Всем привет, с вами Маша, Тома и Шумомер. Это такое приложение на телефоне, которое заверяет уровень шума. И сегодня у нас тишина челлендж. Мы будем пробовать делать разные действия, которые издают шум. Но делать это надо будет максимально тихо. Например, открыть баночку колы или чипа. Всё, Маша, тихо-тихо, сейчас ребята всё сами увидят. Раз уж Маша начала говорить про газировку, с неё мы и начнём. Сейчас мы узнаем, кто больше создаст шума этой газировкой. Том, будь потише, а то мама услышит. Маш, ну я вообще на самом деле профи в этом. Тише всех открываю. Вот такие вот баночки. Предлагаю тому, кто тише всего откроет эту газировку, будет её допивать полностью. Согласна? Нет, честно говоря, я не согласна. Я тоже хочу газировку, вдруг я проиграю. Ну, Маш, ну всё, давай, соглашайся. Ладно, тогда я буду очень стараться. Ты готова, Том? Да, включай шумомер. Тогда тихо. Тома, максимальное количество децибел у тебя получилось 132. А 132 это много, да? Я думала, это вообще мало. Мне кажется, это очень много. Том, теперь я уверена, что я выиграю тебя. Маш, ну подайся мне, пожалуйста. Я беру свою газировочку. Нет, у тебя сейчас будет 133. Я уверена. Вы не представляете, у меня тоже 132. Блин, Маш, смотрите сюда. Том, я думала, ты проиграешь, но оказывается, я тоже недалеко ушла. У меня и у Тома банка создала одинаковый шум, ровно 132 децибела. Маш, и поэтому, я думаю, ты со мной согласишься, у нас нет ни победителя, ни проигравшего, и мы обе будем пить эту вкусную газировочку. Абсолютно тебя поддерживаю. Сейчас нам с Томой надо представить, как будто бы мы ночью втихаря решили поесть сладкого. У нас есть две шоколадки. Мы сейчас будем снимать с них шумную упаковку, с фольгой, кстати, внутри. Отломаем по кусочку и съедим. Том, как думаешь, кто из нас это сделает тише? Однозначно я. Я в этом уж точно против. Но пока у нас шансы равны, потому что напоминаю, что у нас с Томой один-один. Маш, давай ты первая начнешь. Я вообще ни разу не боюсь. Готова, Маш? Готова. Давай, раз, два, три. Да, молодец, смотри. 64 децибела вышло у меня. Это почти в два раза меньше, чем от банки газировки. А я ведь открыла целую огромную шоколадку. Так еще и съела ее. Я думаю, что 64 это очень мало. И у тебя, Тома, не получится побить мой рекорд. Маш, я думаю, у меня будет, ну, как минимум 63. А как максимум, 150 будет. Я уверена на 100%. Том, я предлагаю тебе уже не медлить и скорее начинать. Так, давай. Том, я не хочу тебя расстраивать. Это было очень громко. Я не буду врать, честно говоря, Тома выиграла. К концу того, как она откусила этот кусочек, у него показывало 62. Это на 20 смело меньше, чем у меня. Да ладно. Я сама, я наоборот проиграла. Я то, что думала, ты так громко отломала этот кусок шоколадки, как будто бы ты его просто на плитку уронила. Итак, у Томы 2 балла, у меня 1. А на очереди у нас самая любимая и самая вкусная, вкусная мама. И она достанется тому, кто тише всего ее откроет. То есть, получается, мы не Офи будем ее есть, а только я? Только я. Я точно тебя сейчас обыграю. Давай я первая начну. Сейчас я буду максимально тихо стараться открыть эту вкуснятину. Хотя я люблю так разрывать, чтобы было максимально громко. Чтобы все услышали, что я ем свой любимый вкус на маму. Том, я предлагаю тебе и сейчас ее так открыть, чтобы тебе она не досталась. Ты готова? А ты готова? Я-то готова. 70 показывает на нашем фиксаторе децибелов. Я думала, что это хороший результат. Честно говоря, я думала, Тома сейчас хватит эту пачку, начнет ее вот так разрывать. Конечно. Там что-то покажет под 500 децибелов. На самом деле я ожидала где-то 90. 70 это отличный результат. Но я 100% Тома тебя обыграю. Что, готова увидеть? Да. Только пока больше не ешь вкус на маму, потому что вдруг Офи достанутся мне. Ой, Маш, мечтать не вредно. Знаешь, кстати, я решила попробовать новую тактику. Я не буду как ты вот так вот медлить, долго-долго открывать пачку. Я попробую открыть ее прям одним движением, вот так резко. Может, там даже тише получится. Проигрыш обеспечен. Маш, ну давай, жги. Я включаю. 64? Это за что я выиграла? Маша, нет. Ну может, ты мне со мной поделишься, пожалуйста. На-на-на-на-на, доешь за мной. А, за тобой я не буду доедать. Обе пачки вкус на маму достаются мне, потому что я выиграла. Том, таковы правила. Видимо, ты спалилась тем, что ты каждую ночь ешь и уже натренированы у тебя ручки. Ладно, скрывать не буду. Я каждую ночь и правда ем вкус на маму. О, спалилась. Хоть вы часто и пишите в комментариях то, что я вредина, это не так. Я вот только что поделилась с Томой вкус на маму и отдала ей одну пачку. Вот именно, Маша, спасибо большое. У нас счет 2-2 и мы переходим к следующему заданию. У меня есть идея. У нас в доме есть очень шумная дверь, которая постоянно скрипит, шумит. И зайти в дом бесшумно просто невозможно. Я решила, что сейчас мы будем с Томой соревноваться. Кто максимально тише зайдет в дом? Ой, я все перепутала. Точнее, кто тише выйдет из дома? Сейчас нам с Томой надо представить, как будто бы мы втихаря собрались пойти гулять. И кто тише из нас выйдет из дома? Уверена, это буду я. Но, честно говоря, мне тоже кажется, Тома в этом профи. Начну первое, заодно научу Машу, как это правильно делать. Хорошо, поехали. 69 децибел. Заходи, Том, давай. Ой, как там холодно. Ужас. Так сколько, сколько, говоришь? 69 показывала, когда ты вышла и закрыла дверь. Ну, Том, я думаю, что это очень даже хороший результат. В первом раунде у Тома показывала даже больше, когда она банку открывала. Маш, ну что, попробуешь? Я попробую, но, честно говоря, я переживаю. Я даже не знаю, как выйти еще тише, чем на 69. Ладно, попытка не пытка, давай, Том. Я тебя обыграю. Маш, все, ты готов? Раз, два, три. 83. Маша такая громкая, оказывается. Маша, заходи. 83. Смысл? Ты проиграла. Вы вообще видели, как сильно я старалась? Я просто как мышь выходила. Недостаточно постаралась. И в этом раунде у меня плюс один балл. Короче, Маша, если ты вздумаешь пойти в киношку ночью с друзьями, у тебя это вряд ли получится. Ты точно кого-нибудь разбудишь. Согласна. Счет у нас 3-2, едем дальше. Вот это будет интересно. На лапшу я еще никогда не наступала. На самом деле, сначала я подумала записать, кто из нас тише ест ее. Но потом я решила, что это не так интересно, как, например, наступить на нее и раздавить. Очень жалко, конечно, эту лапшичку. Лучше бы мы ее заварили, съели бы. Ну ладно, Маша, раз ты так решила, я тебе уступаю, наступай на нее первая. Я боюсь, но вот почему я опять первая? Три, два, один. 71. Я надеюсь, я сейчас наступлю и будет 69. По-моему, отличный результат. Том, как 71? Я просто на цыпочках, как цыпленок, еле-еле наступала. А ты целых 71 измерила? Ну это не я измерила, а шумомер. А когда я уже выиграю? Ладно, Том, давай. Сейчас посмотрим, как ты наступишь. Готова? Да. Ну что, сколько там? 67. Вы представляете? Да ладно. Тома просто как слон поставила свою наступу, как наступила, и у нее получилось меньше, чем у меня. Нет, я просто очень легкая. Но я же говорю, я выиграю. Вряд ли она уже подлежит приготовлению. Но зато у нас сейчас 4-2 в мою пользу. Я еще отыграюсь, едем дальше. Чем-то этот раунд мне напоминает уроки труда у мальчиков. Короче, нам надо забить гвоздь. И, кстати, мы это будем делать первый раз. Обычно на уроках труда мы с Томой, например, готовили. Ну да, потому что мы девочки, а мальчики как раз-таки забивали всякие вот эти вот гвоздики, шурупики. Мне очень страшно. Я боюсь отбить, короче, пальцы, и я очень этого не хочу. И для этого у нас есть вот такая вот штука, которой мы будем держать гвозди, чтобы не отбить себе пальцы. И предлагать он тебе начать с первой. Ты готова? Да. Держи. Ой, да ладно, я так. Я настоящий мальчик. Ну посмотрим, как ты себе сейчас костяшки все отобьешь. Раз, два, три. Ты закончил? Я думаю, Тома уже победила в этом раунде. Она избила гвоздь. Ну подожди, дай я его починю. Ну как чинить гвоздь? Тут ты сейчас доиграешься. На уроке труда к мальчикам Томе точно лучше не ходить. Короче, Тома, твой результат 81, но я считаю, что это не считается. Поэтому предлагаю тебе взять еще один гвоздь и забить его заново. Маша, спасибо, что дала мне второй шанс. И сейчас я вот точно прям 69 сейчас будет показывать. Том, а ты точно не хочешь эту штуку взять? Точно. Подожди. Раз, два, три. Все. Том, ну мне кажется, это какая-то лажа. Потому что у меня показывает, что ты еще больше 80 набрала. Это еще меньше, чем в прошлый раз. Хотя забивала ты в этот раз громче. Ну давай посмотрим, как ты будешь забивать. И уже из этого сделаем какой-то результат. Хорошо, я сейчас вообще бесшумно гвоздь забью. Вот увидите. Вот посмотрим. Так, как этим пользоваться? Все, вот так. Наверное. А как ты сейчас собираешься забивать? Антоничная. Блондинка. Так, 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 бери молоток. Маша, я думаю, ты готова. И я включаю наш шумомер. Ну, наконец-то. 79? А у тебя сколько было? У меня 80 вроде бы. Не больше 80 набрала. В общем, мы пересмотрели повтор и оказалось, что у Тома было 80 дц, а у меня 79. И это значит, что в этом раунде выиграла я. Ну, наконец-то. Том, ты понимаешь, что теперь у нас счет 4-3. Пока что в твою пользу, но скоро я тебя точно обыграю. Главное, что мы пальцы никто не отбил. Вот именно. Переходим к следующему раунду. Сейчас нам надо перелить воду из одного стакана в другой. Естественно, это надо будет сделать максимально тихо. Том, в этот раз ты будешь начинать первой, потому что я всегда первая начинаю. Хорошо, только учти, что этот стакан трогать никак нельзя. Не поднимать, никак его шевелить, понимаешь? Вообще без проблем. Том, начинай. Твой результат 46. Да ладно, это очень тихо. Много, это много, я считаю, это много, потому что это же всего лишь вода. Ты сейчас даже ничего не делала, даже возду не забивала. Но я уверена, что я сейчас буду тише. Ну, давай, попробуй. 54, между прочим. Да то, но это не честно. Давайте я еще раз попробую. Ну, ладно, давай. 55, Мать. Это не честно, а то ты громче, чем я была. Да неправда, ну раз показывает 46, значит 46, у меня плюс 1 балл. Ну, получается у нас опять счет в твою пользу аж на 2 балла ушел. У тебя 5, у меня 3, ну прекрасно. Маша, я придумала кое-что гениальное. Том, ты что, яичницу собралась готовить? Нам надо сначала видео доснимать. Да нет, мы будем сейчас разбивать яйца. И надо это сделать, ну, естественно, максимально тихо. О, хорошая идея, мне кажется, эта скорлупа очень шумная. Том, тогда ты первая опять, хорошо? Ладно. Твоя же идея. Включаю. Том, я не знаю, как ты это сделала, но у тебя показывает результат аж 70 дБ. Это очень много. Да, видимо, просто резко, очень сильно по стакану ударила. Теперь, мне кажется, я тебя точно обыграю. Можно руки сходить, помыть и потом возвращаться. Том, ну ты же правила не уточняла? Не обязательно же разбивать яйцо об стакан. Я думаю, намного тише будет разбить его об стол, например. Попробуй что. Да, именно это я сейчас и сделаю. Ну что, готова включать? Да. Ну что, сколько? 7. 72? Да что мне сегодня так не везет в этом видео? Я же говорила, надо было об стаканчик, как я. Может, у тебя бы тише даже получилось, а ты об стол. Счет 6-3 в мою пользу. И, Маша, у тебя нет никаких шансов меня догнать. К сожалению, да, но у нас будет еще один раунд. Кстати, напишите в комментариях, уровень какого шума вы бы хотели узнать. На этот раз нам надо будет бесшумно открыть, а потом закрыть крышку кастрюли. Заодно потренируемся, вдруг ночью захотим слопать котлетку. Маша, ты готова? Да, готова. Все, давай нажимаем. 72. До последнего все шло хорошо, потом я случайно убрала пальцы, крышка прям будто упала. У тебя сначала все было идеально, реально, 44 всего, и потом 72. Почему так много? Я все-таки надеюсь, что у тебя сейчас будет хотя бы 80. Том, ты готова? Да. Шумомер подготовила. Все, это было почему-то очень сложно, потому что у меня руки кривые. У меня сначала так, потом так, потом вот так. Ужас какой-то. Ты что так кричишь? Том, ты, кстати, знаешь, какой у тебя результат? Попробую катай. 35. Нет, Том, результат то есть 74 больше, чем у меня, потому что у меня было 72. Афиг. Да ладно, нет, ты меня обманываешь? Да, Том, это правда, это очень много. Ты котлетку в чехаря съесть не сможешь. Увы, весь дом прибежит, есть с тобой котлетка. Ну и ладно, ты тогда откроешь кастрюлю, я к тебе подбегу и быстренько скочу котлетку, и все. В общем, друзья, в этом видео, к сожалению, больше нашумела я. И со счетом 6-4 побеждает Тома. Ура! Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, не забываем этого делать. И всем пока!